Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Фейковое взрывное устройство. Сообщение о бомбе заставило эвакуировать Октябрьский райисполком. Пожар из-за самодельной зарядки. В Светлогорске загорелся гироскутер. Предположительно, произошло короткое замыкание аккумулятора. Когда рисовать через трафарет не стоит. В Гомеле задержали школьницу, наносившую на фасады домов рекламу магазина психотропов. Торговцы, зарабатывающие на доверчивости наивных граждан, освоили новую услугу – установку газовых сигнализаторов. Разбираемся, насколько это правомерно. Кому я должен, всем прощаю. Как взыскивают проблемные долги и кто может заставить платить по счетам. Репортаж Натальи Игнатенко. Вся правда об алиментах, задолженностях своих и чужих. Разговор с экспертом. А также интересные факты в рубрике «Я очевидец». Начинаем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Пристальное внимание правоохранителей на этой неделе было приковано к городскому поселку Октябрьский. Причиной стала информация о якобы заложенном в райисполкоме взрывном устройстве. Работники и посетители были эвакуированы. На место происшествия выезжала саперно-пиротехническая группа. Взрывное устройство не обнаружено. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности». ВСК подчеркивают, что если вина шутника будет доказана, то кроме уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная. А вот следующая информация, поступившая из Светлогорска, оказалась уже не фейком. Недалеко от города была обнаружена 250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее нашли сотрудники предприятия миллиаративных систем при разборке ветхого строения в деревне Секеричи. Отмечается, что снаряд находился на расстоянии около 50 метров от жилых домов. Эвакуация жителей не проводилась. Еще одна новость из Светлогорска. В одной из квартир микрорайона «Молодежный» загорелся гироскутер, поставленный на зарядку. Как сообщили в МЧС, в момент пожара в доме находилась 8-летняя девочка с тетей. Причиной возгорания стало самостоятельно изготовленное зарядное устройство, из-за которого произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи. Обошлось без пострадавших. В Гомеле задержали школьницу, когда она наносила на фасады домов рекламу магазина психотропов. Работала 15-летняя девушка по вечерам и ночью. Установлено, что позже она намеревалась устроиться в интернет-магазин в качестве курьера по распространению закладок. По месту жительства несовершеннолетний изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской в мессенджере с куратором и фотографиями мест, где ею были нанесены граффити с рекламным текстом. Пострадавших нет машины на металлолом. На этой неделе в Гомеле напротив торгового центра «Мандарин» произошла авария. В ДТП участвовало два автомобиля, один из которых после столкновения отбросило на опору электропередачи. Отметим, что несмотря на искореженные машины, обошлось без травмированных. Техническое обслуживание пластиковых окон, установка фильтров для очистки воды, различная посуда, одеяло, подушки, наборы электроинструмента. Все это давно известный ассортимент товаров и услуг квартирных торговцев, зарабатывающих на доверчивости наивных граждан. С недавних пор навязчивые продавцы освоили новую услугу – установку газовых сигнализаторов. Насколько она правомерна и как не быть обманутым – в следующем материале. Прикрываясь благими намерениями, заботой о здоровье и безопасности граждан, некоторые весьма предприимчивые дельцы делают свой бизнес на самых незащищенных слоях населения. В стариках, инвалидах и малообеспеченных гражданах, обирая их до нитки, арсенал убеждения достаточно широк. От рассказов о фактах гибели из-за утечки газа до предъявления нормативных актов, обязывающих граждан установить в квартире газовый сигнализатор. Представившись работником газовой фирмы, они держат в руке несколько листов печатного текста. К слову, документ такой действительно существует. Это технический кодекс, введенный постановлением Министерства ЖКХ в декабре прошлого года. Но, согласно ему, датчиками угарного газа должны быть оборудованы только те помещения, где установлены газовые водонагреватели и отопительные котлы. Два месяца тому назад приходили, значит, удостоверение какое-то красненькое показывали. И буквально, ну, где-то неделю тому назад еще раз приходили. Тоже акция, значит, 199, для пенсионеров 99. Некоторые клюнули, вот в первом подъезде кто-то установил. Ну, все. А в интернете они 26-28 рублей стоят эти. Пользуясь невнимательностью, внушаемостью и малой юридической грамотностью граждан, дельцы убеждают подписать договор на приобретение и установку прибора. Его стоимость при этом порой завышается в 5-10 раз. Последним доводом становится скидка или рассрочка. Юридически к деятельности организации по продаже какого-либо товара и ее продавцов подкопаться будет весьма сложно. Прямого обмана они не допускают. Просто грамотно манипулируют формулировками и жадностью аудитории до скидок. Товар чаще всего предлагают обычный, вполне работоспособный. А вот цена такой покупки и ее целесообразность – это уже проблема самих покупателей. Доказать же факт мошенничества или обмана потребителей будет крайне сложно, а чаще невозможно. Гомельгаз не реализует и не устанавливает подобные сигнализаторы. Более того, фирмы, которые посещают доверчивых граждан, не имеют никакого отношения к госструктурам. Узнать же реальную цену прибора удалось в Белорусском добровольном пожарном обществе. Извещатель предназначен для анализа воздуха на содержание в нем угарного газа. Если концентрация превысит допустимое значение, прибор подаст громкий звуковой сигнал. Рекомендован к установке в жилых помещениях, в том числе с печным отоплением. Он также способен оповестить и о возникновении пожара. У нас в продаже имеются извещатели как газовые, так и дымовые. Цена их относительно небольшая. И установить их сможет любой. Монтаж газового сигнализатора действительно несложный. Его можно выполнить самостоятельно. И для этого не нужно особых навыков. Стоит прикрутить к потолку основание двумя шурупами, вставить батарейку и поворотом руки закрепить прибор. Эта работа никак не может стоить 100-200 рублей, которые просят предприниматели. Сотрудники милиции рекомендуют быть бдительными. Заранее стоит предупредить своих пожилых или просто доверчивых родственников, что к подобным предложениям следует относиться критично и не принимать их всерьез. А лучше вообще не открывать двери незнакомым людям. С тех пор, как люди научились брать в долг, существует и проблема его возврата. Только в прошлом году в районные отделы принудительного исполнения региона поступило свыше 370 тысяч исполнительных документов. На их основании возбуждается производство, и дальше урегулированием вопросов с проблемной задолженностью занимаются специалисты. Кто они и как именно работает механизм возврата? Об этом материал нашего корреспондента Наталья Игнатенко. Даже никто не идет. Даже если во дворе был бы, кто-то услышал. Работа представителей службы принудительного исполнения и опасна, и трудна. Их обязанность заставить должника заплатить по счетам. Большая часть исполнительных производства – о взыскании штрафов. Остальное – алименты, долги, счета медвотрезвителей, задолженности по коммуналке, банковские кредиты. Взыскатели могут предъявить документ к исполнению сами, если должник работает. Они могут предъявить документ для удержания заработной платы долга. К сожалению, многие взыскатели не пользуются этим правом и предъявляют нам на исполнение. Есть ли какие-то рычаги воздействия на людей, которые не работают по каким-то причинам? Ну, конечно, это, опять же, обращение взыскания на имущество, если таковое имеется. Ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь. Ограничение в праве управления транспортными средствами. По сути, большую часть имеющихся в отделе дел, или говоря профессиональным языком, производства, можно закрыть без визита к должнику. Достаточно направить уведомления и понадеяться на гражданскую сознательность человека. Однако так бывает не всегда. Навестить гражданина на дому, выяснить причину неуплаты и взыскать положенную сумму. Основная задача людей в форме. Кто-то, как говорится, сразу запускает в дом, ведет диалог, а кто-то закрывает дверь и больше ее не открывает. По-разному. Кто-то вообще за дверей не открывает, спрашивает, кто. Когда представляешься, никого дома нет, взрослых, и все так. По-разному. Оказаться в числе должников не хотелось бы никому. Но зачастую в силу различных причин именно так и случается. Хозяйка этого частного дома по переулку Бакунина имеет задолженность перед ЖРЭУК Советское. Три года женщина не платит за техобслуживание и капитальный ремонт домовладения. И считает, для этого есть все основания. Часто судебным исполнителям приходится посещать квартиры, где на входе все понятно. Здесь живут злоупотребляющие алкоголем. Именно на такой адрес мы сейчас и отправимся. Дверь открылся житель женщины, которая в поле зрения судебных исполнителей из-за несвоевременной платы за все те же предоставленные коммунальные услуги. Мужчина уверяет, за все платим исправно. Вы платите на ЖРЭУ, на ГОМЕЛЬОБОЛГАЗ, да? Да. Вы должны предъявлять питанции судебному исполнителю о погашении. Дальше у вас есть задолженность еще нотариального тарифа, который не оплачиваем. Не у меня, а у меня не нужно. Не у вас, у Екатерины Сергеевны, у вашей сожительницы, госпошлины и так далее. Питанции о том, что вы их заплатили, вы так же не предъявили? Придет, предъявим. Хорошо. У судебных приставов есть повод для визита еще к одному проблемному неплательщику. Однако установить контакт с ним не представляется возможным. Судебный исполнитель к вашим соседям откройте, пожалуйста. Два года назад трудоспособный мужчина взял в рассрочку товар в одном из торговых центров Гомеля. По условиям договора, каждый месяц не позднее 30-го числа он должен продавцу за приобретенную покупку. Однако рассчитываться мужчина не спешит. На сегодня общая сумма долга – более 3 тысяч рублей. Это не первый визит. По повесточкам судебного исполнителя должник не является. Поэтому мы осуществляем выход по месту жительства должника для проверки его имущественного положения. Судебным исполнителям будут применены к нему меры принудительного характера в соответствии с законом Республики Беларусь. Будет осуществлен привод должника в случае его неявки к судебному исполнителю. Будет проверяться его дальнейшее имущественное положение. Ну и применение к нему соответствующих мер. Непростая работа у судебных исполнителей. Зачастую им приходится иметь дело с человеческой безалаберностью и агрессией. Но они привыкли. Единственное, чего нельзя принять – человеческую безответственность. Наталья Игнатенко, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Специально для программы «Де-факто». Беларусы стали охотнее платить по долгам. Согласно данным Национального банка, просроченная задолженность, например, по кредитам снизилась. Возможно, на динамике сказался административный ресурс. Как отмечается регуляторам, в нашей стране достаточно инструментов для законного возврата долгов. О том, какие они бывают, просроченные платежи и как узнать, должен ли ты кому-то. Поговорим с заместителем начальника Главного управления юстиции, начальником управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Гомельского облсполкома Дмитрием Кухаревым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В названии вашей должности есть такие слова, как принудительное исполнение. Это какая-то определенная специализация в вашем управлении? Да, все правильно. Наше управление является специализированным структурным подразделением Главного управления юстиции, которая реализует задачи, возложенные на органы принудительного исполнения. То есть мы исполняем решения суда, иные исполнительные документы в принудительном порядке. Например, что это может быть? Это могут быть решения суда, это могут быть постановления о наложении административных изысканий и другие исполнительные документы. Перечень их достаточно большой. Исполнительные надписи нотариусов и так далее. Более пяти лет назад ваше ведомство подверглось реформе. Что изменилось за эти годы? Что произошло? Действительно, реформа произошла очень серьезная. В основу ее легли те правовые документы, акты главы государства, то есть указы, которые были изданы в ноябре 2013 года, вступили в силу с 1 января 2014 года. Наша служба 1 января встретила свой небольшой, отметила юбилей, пятилетие. И в результате реформы образовалась совершенно новая служба, которая называется «Органы принудительного исполнения». Устройство органов принудительного исполнения достаточно простое. Вертикаль располагается на республиканском уровне. Это главное управление юстиции принудительного исполнения Минюста. На региональном уровне, то есть в областях, это управление, аналогичное нашему, входящее в структуру главков главных управлений юстиции обл. сполкома. И на районном уровне это отделы принудительного исполнения. Реформа принесла достаточно много изменений. Во-первых, объединились судебные исполнители общих и хозяйственных судов. Вы помните, раньше на областном уровне существовал хозяйственный суд. Он теперь называется экономический суд, А судебных исполнителей в этом здании уже не находится. Они вошли в службу и находятся в нашем управлении. В Гомельском областном суде тоже им были судебные исполнители, теперь они находятся у нас. То есть в результате реформы судебные исполнители перешли в совершенно другую организационную форму. Кроме того, изменилось законодательство. Был принят закон об исполнительном производстве и другие нормативные акты в развитии данного закона. После реформы мы работаем фактически в новых условиях. Изменилось как подход к работе, так и финансирование службы и ряд других процессуальных моментов. Коллекторы и судебные приставы – это одно и то же? Мы не относимся ни к тем, ни к другим. Термин судебные приставы больше относится к Российской Федерации. Судебный пристав-исполнитель – это должностное лицо Федеральной службы судебных приставов России. Наши же сотрудники, они совершенно выполняют, скажем так, не те функции. Коллекторские агентства, которые существуют в России, они предназначены для проведения тех работ за оплату, которые связаны с получением долгов у должников. У нас же функции несколько другие. То есть судебные исполнители исполняют судебные решения и иные исполнительные документы. Коллекторские функции – это не к нам. Следующая тема стала в последнее время особенно актуальна в нашей стране. Это алименты. Нередко их приходится взыскивать в судебном порядке. Мы решили узнать у гомельчан, знают ли они, от чего зависит сумма выплат, и что бывает с теми, кто не платит. Что бывает с теми, кто не платит? Ну, супруга тогда, бывшая, должна подать. Суд и в судебном порядке взыскиваться. С места работы, может быть, по перечислению бухгалтерии, ну или какими-то другими судебными исполнителями. Штраф дают, а потом на суд. Только так. Хорошо, если человек, допустим, кто должен платить алименты, он находится на территории Республики Беларусь. А если он покидает территорию Республики Беларусь, даже в той же России, вот у меня много есть знакомых, и которые годами не платят алименты, и ничего люди, женщины добиться не могут. Вот в этом плане надо что-то делать. Сумма алиментов, ну там же есть, как, насколько мне известно, средний заработок, прожиточный минимум считается. Если человек тогда устроен, то по решению суда там определенный процент взыскивается, там либо четверть зарплаты, либо 50%, в зависимости от количества детей. Ну, в принципе, это и составляет сумму. Более трех месяцев, если не уплачиваешь алименты, то судебный исполнитель направляет документы в милицию, и милиция начинает производство. Вот в случае, если устанавливается, что срок более трех месяцев неуплаты, без какой-то видимой причины на то, ну, если есть там состав уклонения, то возбуждается уголовное дело следователям. Ну, сначала там же вроде бы административная, как бы, а потом, наверное, уголовная ответственность. Сначала, я так понимаю, налогами, какими-то штрафами, а потом могут даже свободу лишить. То есть уголовная ответственность. Если серьезно, там большие суммы, то, скорее всего, да. Дмитрий Владимирович, насколько правильно ответили жители города? Ну, часть ответов была правильная, а часть ответов – это была их фантазия, и совершенно неправильная. В частности, женщина, которая говорила о том, что в случае выезда в Россию должник по алиментам просто перестает платить, и возможности взыскать с него задолженности нет, это неправильный ответ. В частности, с Российской Федерацией в Беларуси заключен договор, в рамках которого службы судебных приставов и судебные исполнители очень эффективно взаимодействуют. Первое. Ну, и сами заявители могут обращаться непосредственно с исполнительными документами, как белорусы в Россию к службе приставов, так и россияне к нам, и взыскание здесь идет как будто внутри нашей страны в рамках договора. Здесь достаточно эффективно. Ну, и был ответ молодого человека, студента, достаточно приближен к истине. В частности, такие люди могут совершать шаги и попасть к нам в службу. У нас не так много людей, 130 человек на всю область. Мы заинтересованы в образованных юридических кадрах. Ну, вот мы вам посредством опроса еще и сотрудника нашли. Спасибо. Насколько я знаю, сейчас активно используется реализация арестованного имущества через электронные торги. Это дань моде на IT-технологии, либо же это необходимость? На сегодняшний день в век IT-технологий это действительно является необходимостью, потому что это сокращает и сдержки, связанные с продвижением продажи данного товара, и обеспечивает более удобный просмотр, большого объема информации и поиска его. Готовясь к сегодняшней программе, я узнал, что совсем недавно была создана информационная система принудительного исполнения. Дмитрий Владимирович, для чего она нужна и как она помогает в работе вашим сотрудникам? Эта система на сегодняшний день очень помогает в нашей работе. фактически она призвана заменить весь бумажный документооборот, который достаточно большой в системе принудительного исполнения. Как вы понимаете, это и сами исполнительное производство, то есть дела, да, то есть в них документы какие-то должны помещаться, подтверждающие исполнительные действия, так и заявления о ходатайстве и так далее. То есть когда все это в электронном виде, то с этим гораздо проще работать. Система достаточно молодая, ей нет еще фактически эксплуатации двух лет, и она постоянно насыщается новыми функциями. Этот функционал позволяет, в частности, эффективно работать органом принудительного исполнения, выявлять наличие расчетных счетов и других источников получения доходов должником. Я не буду раскрывать всей той информации, которая содержится в базе данных. Это все-таки наша корпоративная такая тайна, которая дает возможность нам эффективно получать информации о должнике. В последнее время заключение сделок в бизнесе становится все более быстрым. Юрист-консультантам необходимо достаточно оперативно изучить финансовое состояние партнера. Можно ли это сделать через интернет? Безусловно, интернет является на сегодняшний день тем помощником, который позволяет оперативно получить, собрать информацию о контрагенте. В частности, источники есть официальные в интернет и неофициальные. Из официальных источников я могу назвать сайт Министерства юстиции, в котором есть раздел, который называют реестр должников, и можно получить информацию о том, являлся ли контрагент должником по тому или иному исполнительному производству. Информация носит справочный характер, размещается с августа 2017 года и достаточно полезна. В частности, введя учетный номер плательщика, если это юридическое лицо, его наименование, вы узнаете о перечне исполнительных производств, которые находились, о причинах их окончания, о задолженности, которая присутствовала. И уже это вам поможет получить какую-то информацию о том, какая все-таки деятельность была у должника. Известный ресурс – реестр банкротов. Можно выяснить, находится ли в процедуре банкротства. В частности, еще ресурс полезный – это ресурс, также созданный Министерством юстиции, сайт egr.gov.by. Это портал, с помощью которого можно получить информацию из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Можно выяснить субъект хозяйствования, где зарегистрирован и какой у него статус. Не находится ли он в процессе ликвидации, либо он не ликвидирован вообще на сегодняшний день. Ну, а также ресурс Министерства по налогам и сборам, который включает в себя информацию о коммерческих организациях и индивидуальных предпринимателях с повышенным риском ведения деятельности. То есть вот этот ресурс также может подтолкнуть, либо, наоборот, помешать сторонам к заключению сделки. Это может использовать эти ресурсы только юрист, либо обычный человек может зайти и узнать, стоит ли связываться с какой-то фирмой? Нет, доступ осуществляется без каких-либо паролей, электронных подписей. Абсолютно любой человек, зайдя в сеть интернет, зайдя на ресурс, может получить эту информацию абсолютно бесплатно. Собственно, я так понимаю, что даже можно себя проверить, есть ли вы в этой базе. Да, конечно. И в завершение еще один вопрос. Добровольное исполнение под контролем судебного исполнителя. Зачем это нужно и что это такое? Да, есть такая процедура, несмотря на то, что мы называемся органами принудительного исполнения. И принудительная стадия наступает, если должник и взыскатель не договорились именно о добровольном исполнении. Есть категория документов исполнительных. Это не штрафы административные, это исполнительные документы, в отношении которых не установлен конкретный срок их исполнения. Должник и взыскатель между собой, по сути дела, могут договориться о том, что я исполню добровольно исполнительный документ. На это судебный исполнитель предоставляет неделю. Если в недельный срок должник исполнил обязательства, то, по сути дела, он получает определенные преимущества. Не возбуждается принудительная стадия исполнения. Естественно, не будет взыскан принудительный сбор, который составляет 10% от той суммы, которую должник должен. То есть у него уже есть какая-то экономическая заинтересованность в том плане, что он меньше понесет расходов. Кроме этого, не возникает дополнительных оснований применения мер. Безусловно, меры принудительного исполнения могут применяться на любой стадии. Вместе с тем, добровольное исполнение дает шанс примириться должнику и взыскателю. То есть это мирное разрешение спора. Еще могут быть такие аргументы, как срок исполнения. То есть это происходит гораздо быстрее, не растягивается на годы. В принципе, доволен и взыскатель, и должник. Дмитрий Владимирович, спасибо за конструктивный разговор. Было очень познавательно. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого очевидцами по всему миру. Житель Тюмени спрыгнул с высокого моста в сугроб ради видео в Инстаграм. Инцидент произошел на мосту влюбленных. На кадрах видно, как мужчина прыгает с внушительной высоты и приземляется в большую снежную насыпь. Отметим, что участник эксперимента не пострадал. Но друзьям пришлось выкапывать его лопатами, поскольку тюменец провалился в снег слишком глубоко. А это Китай. На камеру очевидцев здесь попал взрыв на территории химического промышленного парка. Окна близлежащих жилых домов и школы разрушены. Десятки автомобилей, припаркованных поблизости, серьезно повреждены. По данным сейсмологов, взрыв вызвал землетрясение магнитудой 3 балла. Полыхающий огнем автомобиль сняли на видео очевидцы в Ставрополе. На кадрах ролика видно, что очевидцы произошедшего пытаются потушить машину. Мужчины поливают ее из огнетушителей. Но пламя такой силы, что автомобиль сгорел дотла. Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно. Скорее всего, загорелась проводка автомобиля. Очевидцы поделились видео, на котором видно, как горит башенный кран на строительной площадке Кошелев парка в России. Необычный пожар произошел днем на этой неделе. Детали башенного крана обрушились вниз, но, по словам свидетелей, обошлось без пострадавших. Крановщик успел спуститься вниз до начала сильного пожара. В США сняли на видео, как ветер опрокидывает фуры и поезда. По данным полиции, скорость ветра достигала 160 км в час. Сложно поверить, но никто не получил травм. В объективы камер попали два инцидента с фурами, случившиеся у города Амарила, штат Техас. Во втором случае, как говорится в комментарии, в кабине находились водитель и пассажир. Оба не пострадали. В Черногорске произошел крупный пожар на территории бывшего завода из Кош. Там пылала кровля одного из неэксплуатируемых цехов и склад старых автопокрышек. На видео, снятом местными жителями, с квадрокоптера видно, что огонь быстро распространяется. Возгорание удалось потушить через сутки с помощью нескольких десятков пожарных и спецтехники. Американец в Нью-Джерси попытался залезть в автобус с банкоматом, который только что украл. Видео выложили в сеть очевидцы. На кадрах видно, как темнокожий мужчина в спортивном костюме тащит ко входу в автобус тяжелый автомат. Грабитель попытался провести украденный банкомат в автобусе. Он еле донес машину до двери, причем водитель подождал, пока он это сделает, но закрыл дверь прямо перед его носом. На сегодня это все. Увидимся на «Беларусь-4» в это же время ровно через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова